вообще если честно любовь надо беречь любовь надо беречь и беречь любовь означает очень смело и решительно ее отдавать вокруг раздавать вокруг поэтому в существуют обязанности в семье вот допустим создалась семья понятно там кто-то отдает любовь кто-то любит больше кто-то любит меньше вот как они говорят любит больше значит больше берет любовь любит меньше значит отдает вот ну как бы это неважно неважно как господь устроил кому больше там достается сейчас все равно все потом поменяется наоборот там знаете эти качи жили как в семье работают сначала человек человек не любит не любит не любит то всего любит если человек перешагнет через планку вот я у нас на первой лекции девушка и парень вместе уже сидеть бестолковый но неважно где он сидит опять сзади да вот смотрите то есть вы сейчас ему отдаете любовь да а он принимает но когда наступит момент вашей гармонии когда он поймет что он принимает любовь а не отдает когда он это поймет тогда он начнет себя вести так как вы хотите например вы хотите молча пройти он будет молча с вами идти вы хотите чтобы он вас не беспокоил он будет вас не беспокоить вы хотите чтобы неделю не разговаривать он будет неделю не разговаривать вы хотите допустим его помучить он будет согласен плохо мучить и бросать плохо я запуталась а здорово да человек запутался это значит что скоро распутается вот классно то есть уже первая стадия пройдена то есть ситуация разрешается потихоньку видите до этого вы не запутались вы точно знали что надо бросать вот а он не бросается как-то что-то не бросается а вы знаете почему не бросается кстати интересно вот вопрос а почему не бросается вот я его как бросаю он не бросать поднимите руку кто бросал тоже также они бросается увидите сколько людей вы не одна такая как вы думаете почему микрофончик девушки пожалуйста дать у нас первой лекции уже идут отношения с ним парень уже немножко перестал на меня обижаться этот он как-то успокоился думает сегодня я готов буду услышать все коллеги ночь а сегодня неожиданно я ее начал ругать все меняется в жизнь я знаю может даже не говорить конечно ничего не получится как он будет молча идти если ему надо вам доказать что он хороший давайте сначала разберемся в том разберемся в том почему нельзя бросать и под нет даже если бы вы захотели не бросается почему не бросается они лекции нас слушались вы да теперь вопрос только бросая да знаете я вам помогу в этом напросе есть такой метод называется метод буддистских монахов это такая притча буддистская есть ну каждый шутит после еврея себе буддисты себе метод буддистских монахов там у них монастырях наверно горах они разводят яков они там этих яков шерсть там молоко пьют ну в общем у них с ними гармония и вот иногда они почему-то хотят мясо поесть этих яков гармония нарушается и любовь приобретает другие оттенки ну то есть ведь любить яка можно по-разному можно его любить виде мяса можно любить и живого яку конечно больше нравится когда его живого любит но в этом случае его не спрашивают там понимать знает закон кармы и там такой метод удивительный придумали понимаете пастухи пасут яков на горе а под горо и уже там разделывательная доска стоит там и уже монахи ждут воли бога вот а монах он он как бы пасет так что он поджимает поджимает яков горе вот и какие-то яки которые как бы по закону судьбы как-то так получается что им не хватает места на земле и они летят вниз по своей воле не то что там и кто-то сбросил понимаете просто так получается в жизни но нечаянно их подарок поджали и у меня есть одна знакомая она знаете так интересно сделала она поняла она осознала что бросать плохо и она так замучила мужа что он сам ее бросит а то есть метод метод буддийских монахов не подходит хорошо тогда давайте значит сейчас будем изучать ситуацию и у меня к вам вопрос почему не отлипает если было все правильно он бы взял отвалился просто он чувствует что такой как я давал или получит в каком-то а вон он Это предположение. Я понимаю. Я даже начал сомневаться, может быть, не от жены убежать, если это такая ситуация. Переманить вас уже. Нет. Нет. Он сказал, что мы с вами не подойдем. Когда вас увидел, он написал, что вы с ней не можете. Со мной, да, не можете? Потрясающе. Понятно. То есть, моя шутка попала прямо в точку, да? Понятно. Возвращаемся назад к вопросу. То есть, моя кандидатура не подошла. Тогда возвращаемся к вопросу. Почему же вы не можете его оторвать-то от себя? Потому что нельзя бросать. Я просила. Я знаю, что это. Моя хорошая. Ну, потому что Бог хочет, чтобы вы были вместе. А как определить своего мужчину, за кого можно выходить замуж? Тут много раз как. Вы слушаете или говорите сейчас? Там же, если про нас, мы же не можем. А, то есть, вы на правах того, что я поклонник, уже теперь меня не слушаете, да? Прости. Теперь уже вообще вам некому сказать будет, да, получается? Получается. Итак, смотрите. Человек не решает, с кем он будет жить. Хоть люди и думают, что там астрологи, психологи там решают. Понимаете, Бог связывает людей. Иногда очень сильно. И вы сами сделали выбор. Если бы вы как бы не сделали этого выбора, он бы не был рядом с вами. Женщина всегда позволяет быть рядом с собой сначала. И таким образом инициирует отношения. Понимаете? А в данном случае, почему вот он тянется к вам? Потому что Бог так хочет. Он хочет, чтобы вы были вместе. Понимаете? И вот эта энергия, которая вас притягивает, это энергия Бога. Это не ваша энергия. И ваше мнение о том, что я такая крутая, что больше и лучше меня никого не найдешь, оно ошибочное. Ну, мне кажется, что немножко думаете. Я все-таки, судя по разворачивающимся событиям, которые сейчас произошли во время лекции. Я так понял, что все-таки так думаете немножко. Может быть, не осознаете. Вы поймите, что ему Бог может много девушек хороших дать. И парень, который любит кого-то, его трудно понять вообще. Понимаете? Трудно понять, какие качества у него. Потому что, когда человек любит, он теряет себя. Вы начинаете гордиться собой в это время, когда вас любит. Он теряет себя. И вам кажется, что вам достоин получше. Вам как бы можно и получше найти себе. Это все просто иллюзия. Человек, который отдает энергию, он начинает нить себя Богом всегда. Начинает думать, что ему положено много чего. Понимаете? В этой жизни. Но это всего лишь заблуждение. Потому что ситуация такова, что Бог решил, что вы должны отдавать энергию, а он должен принимать. И все. И в этом его решение. Бога, надо просто его принять. И тот, кто отдает энергию, у него есть право воспитывать человека. Тот, кто принимает энергию любви, он должен принимать воспитание от того, кто отдает. Ну, давайте микрофон крутим. Понимаете? А вот у вас нет знания, образования. Женщина является главным воспитателем своего мужа. Никто не может воспитывать так, как воспитывает жена. Жена является сердцем мужа. И ее долг воспитывать близкого человека. И любовь имеет две грани. Одна грань — это нежность, а другая — строгость. И женщина должна проявлять обе грани в отношении. И нежность, и строгость. Но проблема заключается не в том, чтобы вам проявлять сейчас нежность и строгость. А проблема заключается в том, что вы не хотите его любить. Потому что любовь означает отдавать себя. Вы не хотите отдавать себя ему. В этом заключается... Вот из-за того, что вы не хотите отдавать себя, вы болеете. Потому что... Ну, вы как бы... В этом случае надо расслабиться. Вот, допустим, если я лезу в холодную воду, она мне не дает жить. Она мне сковывает ноги. Она, понимаете, у меня забирает все. Все тело немеет. И в этот момент человек должен принять эту воду просто. Должен сказать спасибо Господе Тебе, что Ты меня сковываешь, что Ты даешь мне напряжение. И в этот момент наступает счастье и облегчение. Девочка, скажите, я все это делала. Я приняла уже. Я даже ему добрый ночью вчера написала. То есть принимаю. Все нормально, все хорошо. Нет, все. Ты на нашей части ему дала все? Нет, зачем? Можно лучше больше его ругать. Я же не могу. Это же тоже плохая карма мне будет. А то есть вы постоянно о себе думаете, да? То есть вам плохая карма и в этом, и в том плохая карма, и все время о себе, да? А может все-таки вы будете его воспитывать, потому что в этом ваш долг? Как вот лучше себя вести? Вы ничего ему не хотите не давать. Ни строгости, ни любви. Вы хотите только себе все брать от него. А Бог вам не дает, потому что вы эгоистка. Я от него вообще готова. Ничего вообще не брать. Да вам никто не дает от него ничего, потому что вы эгоистка просто, и все. Он забирает все равно постоянно. Да поэтому и забирает, что вы эгоистка. Не поняла? Если бы вы были не эгоистка, то вам Бог бы дал возможность любить человека. Любовь бы текла к вам. А она сейчас текет от вас, чтобы ваш эгоизм разрушить. Я предлагаю служить этому человеку так, как надо служить. Допустим, он делает... А? Почему именно не может? Он же не может меня не понимать. Когда я его любила, он ничего не делал. Потом, если бы он начал вас засадиться, он просто начал якобы любить. Якобы? Почему якобы? Он вас искренне любит. Ну, он просто не может. Видите, я вам дал проверку, то есть я вам дал возможность проверить. Он прошел рядом с вами, не смог смолчать, потому что у него нет возможности просто, и все. Надо его простить за это. А? Прощай. Ну, все нормально. А что вы ждете сейчас? Все равно вот здесь вот начало. То есть вы ждете счастья, да? Ну, просто когда... А счастье дает Бог. Ну, я когда вас голос слушала, молилась, упрощайся желала. Но вы при этом не отвязались от этого человека. Если бы вы... Когда я о нем не думал, да? Ну, все хорошо. Потом вечером наша встреча с вами и о нашу панетону мне снова пожелает ему здорового. Видите, пока привязанность к человеку является основой жизни, а не к Богу. Человек не может решить вопрос своей судьбы. Видите, то есть сейчас надо решить, быть ей с этим человеком или не быть. Она не знает. То ли быть, то ли не быть. Она запуталась совсем. Почему? Потому что отношение с человеком сильнее, чем отношение с Богом. Вот в этом вся проблема. Когда у человека отношение с Богом сильнее, у него счастье и благодать в сердце преобладает. И тогда он может уже регулировать дистанцию по отношению к человеку. Вот в чем сейчас заключается проблема в этой ситуации. Между ними дистанция не соответствует их возможностям. То есть, понимаете, человек зашел ей очень глубоко в сердце, глубоко, а она и берет у ней, ну не сам, непроизвольно, то есть не то, что он хочет, а так получается, что берет у нее больше, чем она может отдать. В результате она испытывает страдания очень сильные. Понимаете, и здесь какой выход? Можно, есть два варианта. Первый вариант — это силой воли дистанцироваться и сделать так, чтобы отношения приняли правильный характер. То есть, отодвинуть его настолько, чтобы можно было выдерживать эти отношения. Вот. Но для того, чтобы это сделать, нужна сила воли. То есть, опять же, нужно контакт с Богом. Второй вариант заключается в том, чтобы опять при контакте с Богом, при молитве отдать человеку столько, сколько он хочет от тебя, сколько он требует. Вот я выбрал второй вариант вот в отношениях с этой девушкой. То есть, я все равно напрягся и отдал ей столько, сколько она хочет, чтобы она была счастлива. Она счастлива или нет? Вы счастливы? Она... А? Я на пути к счастью. На пути к счастью. Видите, и все равно у меня до конца не получилось. Но я старался, по крайней мере. А я все тоже делала тут вечно после нашей лекции. Все, что он бы хотел, уже дала. Но потом он отпустил, совершенно не умертый, а он поделал. Но я говорю сейчас, я говорю сейчас не о вас, о ваших отношениях с Богом. Вот, 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 вот. Так, давайте тренироваться. Давайте сейчас мы с вами... Я очень благодарен вам за это общение. Ситуация докалилась до предела. Некоторые уже хотят уйти из зала. Они уже не знают, что делать с этим совсем. И мы сейчас с вами начнем в этот момент катарсиса, начнем с вами ту деятельность, которую я всегда вас зову. Я специально начал с вами это общение, чтобы мы пришли к знаменателю, к определенному, что без помощи высших сил этот диалог между нами, он никогда не закончится, потому что все, что я вам говорю, вас это не удовлетворяет. И причина этой неудовлетворенности заключается в том, что вы до конца не понимаете, что отношения с Богом являются единственным прибежищем в вашем случае. И если вы с ним строите отношения, но вам не хватает, надо строить больше. И вы сами не поймете, похоже, мне придется вам помогать. Поэтому в этом и заключаются отношения. Поэтому мы сейчас будем делать следующее. Мы сейчас все вместе поможем девушке. Девушка выходит на сцену. Выходите. Мы же большая семья. Мы же большая семья с вами. Или пытаемся быть большой семьей. И мы сейчас потрудимся сердцем. Видите, она находится в страдании. И когда она требует сил, то это вызывает очень сильный напряг внутри. Первое чувство такое. Я не хочу желать ей счастья. Потому что она меня напрягла. Она требует у меня счастья. Но это всего лишь первое впечатление. Труд сердца должен происходить в любых условиях жизни. Мы сейчас обязательно победим судьбу этой девушки. У нас нет другого выхода. Ворачивайтесь туда. Вам гордость не дает возможность повернуться. Поворачивайтесь. Нет к ним. Видите, она какая смелая. Сейчас мы будем делать следующее. Вы будете желать им счастья. И слушать меня внимательно, мой голос. Не плачьте. А я буду желать вам счастья. Вместе с ними. И вы одна против всего зала. Да, вы слушаете, берете у меня силы и им отдаете. Конечно, все можно. Я же о Боге буду думать в это время. И мы с вами вдвоем будем делать так, чтобы энергия обмена она успокоила ваше сердце, чтобы у вас спокойствие в сердце возникло. И вы поверили в то, что у вас хватит сил справиться с этой ситуацией. Потому что вы не знаете, то ли его бросить, то ли не бросать сейчас. И в принципе это нормально. Можно бросить, можно не бросить. Вы еще не женаты. Если вы бросите, он помучается и другой найдет. Это, конечно, печально. Парень тоже хороший. Не хотелось бы, чтобы его бросали. Но всякое бывает в жизни. А если не бросите и выдержите, вообще будет классно. Представляете, как здорово будет. Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала. И этой свадьбе было места мало. И небо было мало, и земли. На этой хорошей нотке мы начинаем желать всем счастьем. Слушайте голос возвышенных монахов. У нас есть микрофончик? А, вон он лежит. Возьмите, пожалуйста. Поворачивайтесь. Мы это делаем на благо всех сейчас. Скажите, пожалуйста, вам легче стало в сердце или нет? И так же, как бы... Микрофончик. Это нас... Ну, включите. Включите. Сколько звезд тут было. А, вот так, да? Раз, два, три. Ну, рассказывайте. А я вспоминал святого, с которым вчера встречался. Рассказывайте. У вас в сердце спокойно стало? Ну, я не знал, а в сердце? Спокойно или нет? Ну, это... Как эйфория какая-то. Эйфория? Да. Ну, классно. Ну, да. Вспомните объект страданий. Вспомните объект страданий. Легче стало вспоминать о них? Ну, вспомните. Надо вспоминать. Не, надо вспоминать. Вспоминать. Вспоминайте. Не бойтесь, вспоминайте. Легче стало или нет? Ну-ка, микрофон. Губам, иглы. Ну, вам легче вспоминать стало или нет? Ну, значит, все будет хорошо получается или нет? Как вы чувствуете? Нет, все хорошо означает все решится. Вы как бы сделаете правильный выбор, вы избавитесь от чувства насилия, успокоитесь, сделаете правильный выбор или в сторону его, или в сторону одиночества? Он не точно не одиночество. В смысле, как точно не одиночество? Он пока не всегда одинокий человек. Это понятно, но я говорю про семью. То есть Бог вам дал человека, если вы от этого отказываетесь, то вы будете пять лет одна потом, и потом только он вам даст следующего. Что вы смеетесь? Я вам серьезно говорю, а что же, думаешь, шучу? Я это вижу точно. Истерика? Истерика? Я не готова, потому что ни с ним, ни одна. Не готова ни с ним, ни одна. Надо выбирать одну из двух. При всех. Это уже следующий вопрос. Идите. Садитесь. Садитесь, садитесь. Не скажу. Мне запретили. Не всегда все можно говорить, потому что это тоже нехорошо. Быть болтуном, все улыбалкивать постоянно. Мы сейчас будем говорить об этом дальше. Спасибо вам за этот вопрос. Нам, понимаете, просто мы не могли говорить, пока мы не сделали этот процесс. Что мы сейчас сделали с вами? Мы сейчас с вами просто взяли и пробили карму, вот судьбу человека, понимаете? Ее пробить означает наполнить человека счастьем. Вот она сейчас уже не болеет. То есть мы ее вылечили от этого истощения психического, понимаете? То есть ей Бог поставил, ну, экзамен дал очень тяжелый. Потому что, с одной стороны, она должна быть сильно дающей. Обычно такие ситуации и сохраняются. Когда кто-то становится сильно дающим, он всегда бросает, всегда бросает. Потому что он не может выдержать такую сильную отдачу энергии. Человек, как бы, чувствует, что это большая несправедливость и обычно бросает. Вот. Какое дело останется с ним? Через сколько они поменяются местами? Они уже поменялись, оказывается. Она уже его любила. И он не выдержал этого как-то. Я не знаю подробностей. Он не выдержал. Она как бы его разлюбила. А поменялись местами. Теперь он начал ее любить. Она не выдерживает. Места и здоровые. Да, это означает, что они оба не готовы к семейной жизни пока, к сожалению. То есть у них нет сил давать любовь. В этом заключается квалификация вообще. Если ты не можешь давать любовь, то значит, ты не готов создавать семью, получается. Для этого надо сердце сильным стать. Должно стать сильнее, чем просто наслаждаться человеком и ждать, когда тебе будет хорошо с ним. Но вот на примере этой девушки, они искренне оба дали возможность эту ситуацию понять. Потому что на самом деле такая ситуация у всех у нас в жизни. У каждого из нас такая ситуация. Мы все эгоисты. Мы все не хотим давать любовь. И мы все искренне думаем, что мы ее даем. Понимаете? А на самом деле вот она загвоздка-то в чем заключается. Что эгоизм преодолевается только одним путем. Когда мы начинаем служить тому, кто способен нас по-настоящему наполнить. Только с этого момента мы становимся дающими. Потому что человек всегда берущий от того, что он в нехватке находится. Понимаете? То есть ему не хватает счастья, поэтому он берет и берет. Если, допустим, человека лишить кислорода, что он будет делать? Он будет «А да, да, да!» Он хотеть будет дышать. Если его лишать пищи, он будет кричать «Я хочу есть». Понимаете? То есть когда человек становится нуждающимся, он всегда теряет возможность быть дающим. За исключением очень возвышенных людей. Конечно же. Так вот, знаете, что именно поэтому в обществе должна царить взаимопомощь. Нужно всегда вот это действие, которое мы сейчас совершили. И которое принесло всем сейчас радость в сердце, я уверен. Потому что мы сделали правильную вещь. Мы не объясняли ей, когда ей плохо, а просто взяли и помогли в это время. Знаете, когда человек как бы голодает, и ему говорить, надо себя контролировать, это кощунство. Или, допустим, человека бросили. Вот человека бросили только что, он оголен психически, он очень сильно страдает, он в шоке находится. Ему рассказывать, за что его бросили, это кощунство. Первое, что нужно сделать, нужно человеку дать любовь, успокоить его, обогреть, дать ему силы. Потом уже, когда он крепким становится, давать ему знания. И поэтому ваш вопрос, что сейчас этой девушке делать. Для девушки надо сказать парню, я тебя не бросаю, все нормально, но мне надо понять, что мне делать. Поэтому я сейчас побуду одна. Вам нельзя сейчас вместе быть, общаться, что-то делать. Надо обрести себя сейчас, где девушка потеряла. Вам надо обрести себя сейчас, понимаете? Вот вы чуть-чуть силенок накопили, надо сейчас быть одной. А ему надо также контролировать свою влюбленность, надо научиться, чтобы вас не сильно мучить. И сейчас вот небольшое, понимаете? Но при этом вы не должны нахальничать, вы не должны говорить ему, я тебя скорее всего брошу. Понимаете? Вот не надо наглеть и нахальничать перед Богом. Нужно просто сказать, я сейчас не знаю, у меня нет сейчас пока никакого решения, но мы точно не должны общаться. Вы успокаиваетесь, находите в себе силы, начинаете желать счастья этому человеку в сердце, начинаете думать о нем, потому что сейчас вы даже подумать не можете, вам так больно. Начинайте думать о нем, постепенно прощаете, успокаиваетесь. И потом, когда вы уже решили с ним встретиться, вы должны выбрать такую дистанцию, чтобы он вас не беспокоил. Дистанция означает отношение к человеку. Можно очень близко относиться, чуть подальше, чуть подальше, чуть подальше. Дистанции, правильный выбор дистанции является высшим благом для человека. Понимаете, люди, которые знают, как выбирать дистанцию, они сохраняют счастье со всеми в отношениях. Дистанция внешняя не является кощунством, холодом и безразличием, потому что самое главное, что человек должен в своей жизни делать, это всегда желать счастья другому человеку, особенно тому, кого с ним Бог соединил хотя бы на время. Но дистанция внешняя выбирается не из холода сердца и безразличия, она выбирается из необходимости, потому что люди не всегда способны близкую дистанцию держать. Часто это в семье также бывает. Допустим, жена очень сильно нервничает, когда муж к ней приближается, или мужчина устает от эмоций жены. Понимаете, это значит неправильная выбранная дистанция. Для того, чтобы ее выбрать правильно, нужно научиться спокойно относиться к эмоциям жены. Но не сильно вникать в эти эмоции, другими словами. И она будет очень благодарна за такое поведение. Понимаете, да? То есть женщина выражает эмоции, а мужчина держится как бы чуть на дистанции, она думает, вот какой хороший человек. Я говорю очень эмоционально, а он не раздражается. Мне с ним хорошо. Вот точно так же девушка должна как бы не сильно к сердцу близко принимать то, что с парнем происходит. Но сейчас пока это невозможно. Для этого нужно отдохнуть, остыть, успокоиться. И когда вы счастье ему будете желать, когда вы ему счастье будете желать, вы когда выберете правильную дистанцию, вот с этого момента у вас начнутся отношения. Вы начнете прояснять, как правильно себя вести, как жить. Потому что человек не должен решать, я хочу с ним, не хочу. Бог соединил. Надо прояснить отношения. Если вы идете одним путем, а видите, он тоже на лекции ходит. Если вы как бы готовы служить, заботиться друг о друге, если вы все прояснили и у вас все совпадает, как бы вы все настроены правильно в жизни, тогда надо потихонечку создавать отношения в этом случае. Понимаете? Но сейчас вы не можете их создавать, потому что между вами боль. Эта боль возникла из-за неправильного поведения, отсутствия знания, как себя вести. Понимаете? Слишком сильное сближение вызвало такой вот результат. Вам все ясно? Теперь трубочку молодому человеку. Что бы вы хотели нам сказать? Как вы думаете, я как бы заботюсь о вас сейчас или нет? Много. Видите, какой он разумный. Я столько мучил его сейчас в это время, а он говорит да. Я даже благодарен за это. Спасибо вам большое. Очень разумный человек. Спасибо вам. У вас в 100% все будет хорошо. Я вот прям чувствую, что все будет хорошо. Вы не зря на лекции пришли, все получается, у вас все хорошо. Но вы сейчас потеряли себя. Никогда с девушками так себя вести нельзя. Ни в коем случае. Понимаете? Если вы чувствуете, что вы теряете себя, надо отдалиться. Для блага всех отдалиться. Для ее, для своего. Не нужно пытаться с ней общаться, беспокоить ее. Просто успокоиться внутри себя. В отношениях с Богом успокоиться. Потому что иначе будет насилие, насилие совершать. Можно на грубом плане, на толком насилие совершать. Насилие никогда не приводит, даже неосознанно насилие никогда не приводит к счастью. Оно приводит только к разруке. Понимаете? Вот сейчас не осознаете, что вы насилие совершаете. И может быть даже и не осознаете сейчас, несмотря на мои слова. Но это факт остается фактом. Понимаете? Это так реагирует человек. А его реакция указывает на то, что происходит. Я не настолько, как он меня понимает. Спасибо. Я всем сердцем желал счастья. Он сидел со словами, я желаю тебе счастья. Нет, неправильно. Надо было всем желать. Я знаю. Для меня... Вы опять мучили ее все это время. Но вы вас победили все равно. Вы поймите, что вот это и есть ваш капкан. Что бы вы и не желали счастья или страданий в это время. Просто сами мысли об этом человеке, они его истощают. Понимаете? Вот в этом заключается загвоздка вообще влюбленности. Когда человек влюблен, он искренне думает, что он делает какую-то пользу. То есть он желает счастья, заботиться о человеке. Что-то ему делать и думает, что я тебя так люблю, я тебе все готов отдать. Но все... А не надо никого отпускать. Нужно просто не трогать. Вам надо просто сейчас начать думать о Боге и молиться. И все. И постепенно вы успокоите, сердце у вас спокойным ставит. И все встанет на свои места, само собой. Потому что вы сейчас хотите ситуацию как бы взять в руки. А она не берется в руки. Это невозможно ее взять в руки. Вы должны в руки взять себя сейчас. И не трогать девушек. Я просто понимаю, что... Я вижу, что девушка даже ускользает буквально. Нет, вы ошибаетесь. Она никуда не ускользает. Вот в этом заключается ваша иллюзия. Она вообще никуда не ускользает. А ваша желоб мысль о том, что она ускользает, является домокловым мечом в вашей судьбе, которая ее разрушает. Успокойте свой ум. Никто от вас никуда не ускользает. Бог вас держит вместе. Оставьте ее в покое. Не думайте, что вы чего-то лишаетесь. Она никуда не девается. Спасибо. Видите, какая штука, да? Влюбленность. Она разрушает человеку возможность правильно воспринимать судьбу. Понимаете? Есть наука, есть знание, как правильно относиться с этой энергией любви. И это знание, оно приносит счастье. Верить в любовь означает понимать, что любовь, она может под разным утечь. Может быть, девушка сейчас думает, что она не любит. Это тоже движение любви. Это нормально. Верить в любовь означает верить. То есть надо верить, что Бог соединил, все, все нормально. И не надо никого мучить, не надо просто сейчас успокоить свой ум. А успокоить свой ум можно только одним способом. Это дарить любовь другим. Заботиться от других и отстать от этого одного человека. Отстать. Потому что сейчас энергия любви, она неправильное русло приняла. И хорошее вы для нее делаете или плохое, это все приведет только к поражению в этом случае. Поэтому нужно сейчас заботиться своим сознанием о других людях. Если вы способны будете это сделать, это значит, что ваша любовь имеет бескорыстную природу. А если не способны ты это сделать, это значит, что она очень эгоистична. Докажите сейчас, что вы бескорыстный человек. Если вы так сильно любите, любите других. Желайте всем счастья. Любовь, она не должна зацикливаться в одну сторону. Она должна быть шире. И тогда она течет в правильном русле. В этом закон и правило заключаются. Но это правило вам сейчас выполнить будет очень сложно. Вы не готовы сейчас, не хотите его выполнять. Но у вас только есть один выход. И по факту не она решает сейчас все, а вы. Если вы будете дальше допекать ее и требовать от нее взаимности своими действиями, или доказывать, что вы ее любите, то тогда вы будете повержены. А если вы сейчас будете думать о Боге, о молитве, желать всем счастья, и оставите человека в покое, тогда это и будет проявлением вашей настоящей любви. Потому что все, что с вашим сердцем сейчас происходит, это не любовь, это влюбленность, которая имеет иногда природу наслаждения, а иногда разрушительный привод. Что-то вы знали. Как счастье попадает к этому человеку? Если вы должны пожелать счастье всем, вы говорите, позвать счастье этой девушке. Мы должны пожелать счастье всем, и автоматически перестроить отношения с этим человеком. Спасибо вам большое за этот вопрос. Сейчас я вам объясню. Это очень важный вопрос. Вопрос такой, а как счастье к этой девушке попадает, если вообще-то счастье надо всем желать, а не только ей? Смотрите, очень интересно, как надо делать правильно. Я забыл вам об этом сказать. Нужно делать следующее. Нужно слушать голос того, кто обладает силой соединиться с Богом, соединён с Богом. Или помнить об этом человеке. Если у вас есть, если Бог вам даровал память о святом человеке, а память о святом человеке означает чувствовать её чистоту, его чистоту. Если вы чувствуете чистоту какого-то святого или святого места, как у меня сестра сказала, я, говорит, когда этому камню прислонилась, то как будто бы я просто переполнилась силой любви, счастья, чистоты, и всё вместе как бы наполнило моё существование. Вот это и есть то, что Бог просто непосредственно с нами делает, для того, чтобы мы сохранили эту память. Эта память нужна для того, чтобы потом поклоняться, то есть соединиться с Богом. Через этот момент памяти это происходит. Итак, когда вы включаетесь в голос того, кто молится, вы таким образом настраиваетесь на правильный лад. Потом вы начинаете поклоняться тому, кто даёт вам благо, то есть это с чем вас Бог соединил. Когда вы повторяете «Я желаю всем счастья», то вы в это время подтверждаете свой настрой, что вы не для себя живёте, а для всех. И вам осталось сделать следующее. Вам надо просто сказать в сердце, «Это всё, что я делаю для неё». И в этот момент весь поток, который в вас зациклен, вся ваша лампочка горящая, она начинает освещать её судьбу. И если бы вы знали, насколько сильно поменялась её судьба сейчас, вы бы целыми днями только этим занимались, собирались бы все вместе, ставили кого-нибудь сюда и желали бы ему счастья. Потому что если люди такие вещи будут совершать, то больше ничего совершать не надо. Один раз, пять тысяч лет назад, мудрецы, даже это шесть тысяч лет назад было, они на тысячу лет собрались вместе, для того, чтобы просто молиться на благо всей земли. И это значит, что они там сидели, кушали, ели, спали, и всё в это время там жили, чтобы это делать. И когда они уходили из жизни, приходили другие, понимаете? То есть они тысячу лет держали эту ситуацию непрерывно. То есть они сидели просто и молились на благо всех людей, для того, чтобы и в это время не было ни войн, ни страданий, понимаете? То есть земля расцвела. Просто попытайтесь понять, насколько это большая сила, то, что мы сейчас здесь делаем. Вот одному человеку легче стало, это называется жертвоприношение. Потом поменяли представление о том, что такое жертвоприношение. Решили, что жертвоприношение означает, надо кого-нибудь в костёр бросить. Сначала бросали животных, думали, может, это мало, вот начали бросать людей потом. Совсем уже свихнулись. Вот, жертвоприношение означает поставить перед собой человека и все плоды своего счастья отдать ему. В этом и заключается жертва. И когда человек отдаёт все плоды счастья кому-то туда дальше, Бог возмещает немедленно пустое место, которое вы освободили, возмещает своей чистой, бесконечно чистой милостью, которая гораздо более чиста, чем ваша к ней. Понимаете? И неизвестно, кто больше пользы получил. Те, кто ей сейчас отдали эту любовь, или вы, или, ну, как бы вы сами. То есть, или она, то есть, она, или те, кто отдали эту любовь. Конечно, те, кто отдали, получили больше милости, без всякого сомнения. Но это секрет. Потому что, если вы начнёте так думать, что я больше сейчас получу, у вас ничего не получится. Давать нужно честно и на самом деле. Спасибо вам за этот прекрасный вечер. У нас был такой катарсис, некоторые даже лекции хотели уйти. Сейчас атмосфера стала чистой, прекрасной, спокойной. Потому что мы с вами очень глубокую тему затронули, которая трудно поддаётся внутреннему анализу. Субтитры создавал DimaTorzok